Театр драмы приготовил новогодний подарок Владимирским малышам. Там поставили всеми любимую музыкальную сказку о волшебнике из Умрудного города. На одном из первых показов побывала наша съемочная группа. Историю о девочке, попавшей в волшебную страну, режиссер Владимир Кузнецов превратил в сказочный мюзикл. Происходящее на сцене порой напоминает видеоклип. Все герои танцуют и поют, а действия переносятся с места на место, будь то кто-то перелистывает страницы книги. Ох, как бы мне хотелось иметь большую смелость, я буду и на сегодня иду просить Антон. Маленькие зрители ждут от сказки чудес и волшебства. Создать эту атмосферу помогают интересные эффекты и декорации. Постановщики играют дымом и светом, а изумрудный город получился совсем как настоящий. Актерам тоже пришлось потрудиться, месяц репетиции был напряженным. Все-таки дети – самый взыскательный зритель, его не проведешь. Детей невозможно обмануть, нужно на протяжении часа, чтобы вот это внимание удержать. Это действительно достаточно сложно. Если взрослые в меру каких-то условностей, в меру правил, которые предлагает нам жизнь, они понимают это и будут следить за действием, даже если это где-то скучно, где-то если что-то уводят от сюжета, то дети будут вертеться, будут отвлекаться и так далее. И вот этот час нужно сделать так нам, актерам и всем, всей команде, которая работает на этот спектакль, чтобы вот это внимание было всегда на сцену. Чтобы было еще интереснее, маленьким зрителям разрешают поучаствовать в действии. Они повторяют волшебные слова за доброй колдуньей и всеми силами пытаются разбудить героев, заснувших на маковом поле. Персонажи получились очень живые и обаятельные. Актеры не скрывают, за спектакль взялись с интересом. Все-таки эта сказка каждому полюбилась с детства. Мне очень легко было почувствовать себя Гудвином, потому что я всю жизнь мечтал встретить волшебника Гудвина. Ну и достаточно часто встречал людей, которые оказывались на поверку не волшебниками, а всего лишь фокусниками, а то и просто обманщиками. Но в данном случае хочется, чтобы дети не разочаровывались, что не только фокусы существуют, но иногда, если очень захочешь, если очень поверишь, существует и волшебство. Спектакль получился добрым и светлым. Даже отрицательные персонажи к концу не погибли, а перевоспитались. Герои достигли изумрудного города, победили злых ведьм и сами исполнили свои заветные желания. Конечно, и Гудвин чуть-чуть помог. Сказка, на которой выросло не одно поколение, очень актуальна и для современных детишек. Ведь она учит верить в свои силы и действовать сообща. К любви, дружбе, к смелости. Я вот, Лев, все добивался смелости, добился ее. Нужно поверить в себя и быть уверенным в себе, тогда все получится. Заканчивается спектакль нестандартно, музыкальным джемом в стиле хип-хоп, дети в восторге. Сказка будет идти в Драмтеатре до 7 января, так что у маленьких зрителей есть возможность ухватить кусочек волшебства и зарядиться новогодним настроением.